Сегодня довольно большую часть я хочу посвятить как раз-таки о том, как вкусно готовить полезную еду. Вот скажите, кто из вас старается питаться полезной пищей? Поставьте, пожалуйста, плюс. Вот Людмила, я знаю, она вообще у нас вегетарианка. Поэтому, Людмила, вам, наверное, часть будет не очень интересна, потому что я как раз уделила довольно большой кусок этой темы мясу, как его обрабатывать, как его готовить. Но, может быть, тебе как-то и в готовке-то пригодится. Да, все остальные домочадцы-мясоеды, да. Знакомая ситуация у многих моих знакомых женщин, которые придерживаются вегетарианства по соображениям здоровья. У них большая часть семьи, большая часть семья, особенно дети, мужья, да, они мясоеды. И для них тоже это важная тема. Вот. Ну, давайте начнем от того, как делать вкусную, полезную еду и вкусную. Первое правило полезного питания – это отдавать предпочтение всему натуральному и стремиться как можно больше разнообразить свой рацион. На самом деле сейчас большой выбор продуктов, большой выбор товара. Вот сейчас вот, кстати, вот на тему овощей и фруктов, да, у меня сейчас сестра живет в Турции. Она два дня назад, представьте, она отравилась арбузом. Она отравилась очень сильно, хорошо, что у нее был с собой ехом, она смогла как-то себя привезти в порядок. И она говорит, вот мы ругаемся, что нам невкусные турецкие помидоры привозят. А здесь все помидоры турецкие, все с химией, все гадкие. Вот. Но, к счастью, просто я жила в разных регионах России. Я знаю, что там достаточно много натуральных местных овощей, в которых не так уж много химии, да, что, в принципе, можно, можно еще, особенно сейчас у нас начинается теплый сезон, апрель, май уже скоро пойдут парниковые огурчики, помидорчики, потом уже и грунтовые. Вот. Так что ваша задача – это сделать так, чтобы большая часть вашего рациона состояла из натуральной пищи и была как можно разнообразной. Потому что, если когда ты начинаешь задумываться о здоровом питании, переходить на эту тему и думаешь, ну, не так уж много продуктов. А когда ты уже начинаешь думать о том, чтобы купить натуральную пищу, начинаешь смотреть вокруг и понимаешь, что на самом деле этой пищи достаточно. Очень важный момент. Если вы не понимаете значение слов, которые находятся в составах, не стоит это есть. Потратьте свое время на изучение того, какие есть компоненты в продуктах и что они обозначают, какие из них вредны, какие нет. У меня мама еще в 90-х годах, помню, у нас висела на холодильнике табличка с ешками. Какое е, что обозначает, какие е надо вообще избегать, а какие е допустимы. И у нас это всегда висело перед глазами, и мы знали четко, что если вдруг в составе какой-то продукции есть вот эти вот очень вредные е, которые там канцерогенные, там могут привести к очень печальным последствиям, то вот как бы их лучше избегать. Также вот многие у меня знакомые, они смотрят, если там вообще хоть одна е есть, значит, все, фу-фу-фу, мы такое не едим. Вот. На самом деле, как выход, это приготовление домашних соусов, домашних майонезов, но я об этом тоже еще отдельно поговорю. И если вот начинать читать составы того, что вы покупаете, то можно выбрать наиболее полезное. К тому же сейчас идет движение такое, да, многие стремятся к тому, чтобы пища была максимально натуральной, максимально полезной. Вот. При подходе к здоровому питанию учимся читать составы и разбираемся в том, какой диковинный ингредиент что обозначает. Вообще тоже вот я слышала такое мнение, но на самом деле я примерно его и придерживаюсь, что подумайте, вот этот продукт, да, который вот приготовлен 100-200 лет назад, была ли возможность его приготовить из тех ингредиентов, которые указаны? Если ответ нет, ну, мы можем, скажем так, этой пищи лучше избежать, лучше купить что-то более натуральное из тех ингредиентов, которые нам понятны и не задерживают четырехэтажный химический код. Вот. Следующий вопрос. Что готовить? Какая пища относится к здоровому питанию? Сначала мы поговорим, что готовить, а потом мы поговорим, как готовить. Итак, первое – это мясо. Мясо тоже, вот для тех, кто вегетарианец, да, я вообще отказался от мяса. У меня вот тоже вот есть знакомая, близкая подруга, она стала вегетарианкой, потому что она поняла, что в мясе много всего напичкано. То есть мясо выращивают на гормонах, обрабатывают, особенно в супермаркетах, обрабатывают специальными штучками, чтобы оно дольше сохранялось, свой вид подкрашивают, там всякими растворами пропитывают и так далее. То есть в мясе часто содержится очень много химии. Но есть некоторые части и виды мяса, которые содержат меньше всего вредных веществ, потому что вот детям, да, особенно в период роста, мясо нужно для того, чтобы как строительный материал, который проще всего усваивается. И из мяса есть некоторые виды мяса, которые держат как раз вот этих вредных веществ. Если, конечно, все мясо не обработано, то поэтому лучше покупать не мороженое мясо, а стараться покупать свежее мясо, которое ничем, по идее, не должно быть обработано. Вот первое – это избегайте жира, потому что в жире скапливаются все токсины и вредные вещества. Здоровая пища подразумевает постное мясо. Все рецепты, все рекомендации, которые я изучала, которые я встречала, все рекомендуют использовать для приготовления постное мясо, чтобы было как можно меньше жира, потому что в жире скапливаются все шлаки, токсины, там отсыдают антибиотики и прочие-прочие вещи. Да, вот господа украинцы, которые любят сало, ну не только украинцы, да, сало можно есть только в том случае, если вы знаете, что хрюшка, да, который кормит, сало, из которого вы едите, что она ничем таким не кормила, что она была выращена на натуральных продуктах, не ела никаких антибиотиков, никакой гадости, да. Сейчас вот тоже есть такое мнение, что мясо наиболее полезно тех животных, которые кормились травой, травой сеном, а не зерном, не зерном и комбикормами, то есть именно травяного откорма, еды мяса, они гораздо полезнее. Но на самом деле теория, конечно, красивая, хорошая, если вы живете в деревне, да, и у вас есть знакомые поставщики мяса, которые вам это сделают, это, конечно, замечательно. Но на практике, вот вы пойдете, да, по рядам по мясным, вы спрашиваете, а вот эта свинюшка кубиенная, чем она питалась при жизни, да, на вас посмотрите, как на чокнутую. Я помню, когда я была в Москве, и я подошла, я хотела купить картошку, я подошла к продавщице, да, на рынке спросила, а скажите, какой у вас сорт картошки? Она посмотрела на меня и сказала, картошка, сорта? А что, у картошки бывают сорта? Картошка, она есть картошка. То есть вот как бы многие продавцы, они не знают, что они продают, потому что многие как раз перекупщики, они понятия не имеют, чем питалось это животное, на каких фермах выращивалось, откуда вообще, какое производство этого мяса. Поэтому как бы этот вопрос очень сложный. Вот если вы не знаете родословное мясо, которое вы хотите потреблять в пищу, лучше избегать жирных кусочков, то есть максимально плосное мясо. Какое мясо полезное? На первом месте в диетическом питании это идет говядина. Лучше, конечно, телятина, но телятину сложнее достать, она и дороже стоит. Говядина. Говядина из говядины – это пашина. Это час брюшная, она очень жесткая, ее, конечно, долго приходится готовить, но там считается, что откладывается меньше всего вредных веществ. Верхняя филейная часть и лопатка. Вот эти вот участки говядины считаются наиболее полезными, потому что там откладывается очень мало вредных веществ, практически не откладывается. То есть все уходит в другие части. Дальше. Свинина. В свинине – это поясная шесть и шейная филейная часть. Мы свинину покупаем только свиной филейную часть. Вот такая она в виде полоски выглядит. Она очень быстро готовится. Она мягкая, то есть мне надо ее долго там выпаривать, вываривать. Вот. Вот из свинины вот только вот эти вот участки считаются, ну, если вы не знаете, чем ее кормили, то вот эти вот участки, они самые безвредные. У птицы, у птицы самая безвредная грудка. Кстати, вот насчет грудки. У меня сейчас приехала мама, она привезла очень классный рецепт приготовления грудки куриные. Получается вообще очень вкусно, я расскажу. Тоже получается полезный такой импет приготовления. И получается не хуже там всяких ветчин, да, и там прочих вещей, которые покупаем на рынке. Дальше. Кольчатина. Тоже диетическое мясо. Перед приготовлением обязательно ее вымачивать 6-8 часов. И вот тоже диетические продукты – печень кролика. Козлятина. Не баранина. Именно козлятина. Козлятина, она менее жирная, она легче усваивается. И мясо козлятины, оно богато витаминами А, В1 и В2. Следующее тоже из полезной пищи, из разведа мяса – это субпродукты. Вот вы удивитесь, да, но из субпродуктов очень полезны бычьи яйца. Причем они, немногие умеют их готовить, там тоже есть свои хитрости. Я об этом узнала как раз, когда у меня была проблема с моим позвоночником, там у меня была нестабильность дисков, и была дистрофия мышц. И как раз-таки вот я где-то вычитала, или мне кто-то рассказала, я уже не помню, что бычьи яйца как раз они укрепляют мышцы, помогают восстанавливаться как раз при моей проблеме. И я научилась их готовить. Кстати, очень вкусный деликатес. Я даже угощала знакомых, причем сначала не говорила, что это. Сначала не кушали, говорили, что очень вкусно, что это такое. И тогда я говорила, что это. Ну, не у всех были довольны лица. Но на самом деле это в самом деле такая вот вещь, которая реально помогает, дает проблемы с опорным двигательным аппаратом. И следующий тоже субпродукт, который очень полезен – это печень. В печени содержится очень много железа, тоже очень много микроэлементов. И желательно, чтобы печень была чуть-чуть приготовлена, то есть сильно долго ее не пережаривать, не переваривать и так далее, чтобы она чуть-чуть была прихвачена, потому что тогда в ней остается максимальное количество полезных элементов. Вообще тоже, когда я восстанавливалась и изучала информацию, многие рекомендовали вообще есть сырую печень. Но, честно говоря, я не смогла есть сырую печень, поэтому я ее приготовлю, делаю тушеную печень с луком, со сметаной. Вот сейчас вот здесь очень вкусная аутиная печеночка. Вот эта печень – это такой естественный источник витамина, ну, витамина железа, который усваивается. Кроме того, когда вот проблемы с печенью, есть какие-то сбои в работе, вот желательно есть тоже печень, потому что те микроэлементы, которые есть в ней, они лучше всего усваивают и помогают устанавливаться в вашей печеночке. Следующий тоже вид мяса, который считается полезным – это мясо диких животных. Но здесь, я думаю, комментарий излишний, потому что, нестеряя нашу экологию, дикие животные, они живут в максимально хороших условиях, там питаются хорошей пищей, да, там травка, все натуральное, все естественное, пьют хорошую воду и здорово живут, никто их не догоняет антибиотиками, не пичкает, чтобы они быстрее росли. Поэтому мясо диких животных считается максимально полезным. Насчет мяса, особенно если вы не знаете, где рослась, где паслась животинка, да, чем она питалась и так далее, и чем ее пичкали, как за ней ухаживали, но вы купили вот кусок неизвестного мяса, я вам его как-то приготовлюсь. Чтобы вот как-то убрать опасения, его надо перед тем, как готовить, его стоит обработать. Есть несколько рецептов. Первое – это замочить его на 15 минут в раствор с солью, с содой, а не оттянут на себя все антибиотики, все вот эти вот, ну, не все, большую часть, большую часть могут вывести. А если замочить в воде с углем бамбука, то вот уголь бамбука, он еще все яды и токсины вытащит. Я хорошо очень запомнила, когда я училась в школе, я посещала спикативы по химии, мне очень это интересовало. И помню, что лица по химии, как раз когда мы проходили уголь, там какие-то молекулы, какие-то структуры, она рассказала очень интересную легенду, и не знаю, насколько это правда, что в Средневековье был очень известный повар. И он готовил вкуснейших куропаток. Это был рецепт, он вообще, не куропаток, фазанов, фазанов, были вкуснейшие фазаны, и он держал в строжайшей тайне свой рецепт. Никто не знал, как же он готовит такие потрясающие вкусные нежные фазаны. Потому что фазан, у него само по себе мясо очень жесткое, а вот этот повар он умел приготовить очень вкусно. И перед смертью он раскрыл свой рецепт. И, честно говоря, лорды, которых он кормил, они были в шоке, потому что главное ему сказать было в том, что он брал свежую тушку фазана, вешал ее в погребе, в каком-то помещении, в каком-то закрытом. Этот фазан неделю там разлагался. И после того, как там происходили вот эти все процессы разложения, он просто засыпал эту тушку углем, натерял ее углем и оставлял ее еще на сутки. Уголь забирал в трупный яд, все токсины, все вот это вот, убирал плохой запах. И после этого он готовил эту тушку. И всем очень нравилось это нежнейшее, вкуснейшее мясо. Я не знаю, насколько правдива эта легенда, но когда у меня есть сомнения в том мясе, которое я готовлю, я обрабатываю его углем бамбука. Вот еще я в Китае заказала себе озонатор, но, честно говоря, я не очень уверена в его качестве. Но очень наглядно было, когда я купила в Фудмарте филейную часть и что-то решила проверить действия озонатора. Я была шокирована, муж отказался есть это мясо, потому что пускаешь такую трубочку, да, с наконечником, она булькает, и в итоге у меня образовался просто огромный ком пены. Он говорит, ты что туда срез, ты где-то у тебя посуда бухнула? Я говорю, нет. А вот почему, я говорю, не знаю. Причем такая пена была резиновая, такая темно-серовая, резиновая, темно-серового цвета, если его сжимаешь, она такая резиновая, гадкая была, пеной вышло просто огромное количество. Я попробовала потом кусочек мяса прозонировать, который я купила на тайском рынке, а такой реакции уже не было. Но там у меня, вроде как у них и штабы стоят, и все, сам импедитент надзора, но все равно как-то вот есть сомнения, я все равно его обрабатываю, причем готовить, я его обрабатываю углем на 15-20 минут, немножко присыпаю, держу, потом смываю. Можно вот водички, да, с углем тоже развести, тоже все вытянет. Причем с соль с содой, мясо получается немножко такое суховатое, жестковатое, если в этом растворе замочить. С углем бамбука оно получается немножко, оно не такое сочное, но оно получается довольно мягкое. Я давала ссылку на статью, я думаю, многие из вас видели, где-то в начале самого этого чата, кому интересно, могу еще раз сбросить, там я расписала по всем продуктам, как их сделать более безопасными. Вот, так что, если интересно, пишите в чат, я сброшу еще раз ссылочку.